Сегодня 20 ноября, в этот день, 1954 году, Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование Всемирного Дня Детей. Побалуйте их сегодня, а себя порадуйте просмотром любимых программ и фильмов на телеканале Енисей. Она научилась петь на улице и своим голосом свела с ума миллионы женщин и мужчин. А что такое любовь, узнала в борделе. Потом сотни любовников, которых она бросала, и так было, пока в ее жизни не появился боксер Марсель Сирдан. Влюбленные то шумно ссорились, то радостно мирились. И кто знает, как бы сложилась судьба у этой пары, если бы не авиакатастрофа. Особенно заметен синдром секретности в области внешней политики, где неудобные темы находятся либо под архивными табу, либо сознательно забыты, либо представлены в том виде, который выгоден для престижа страны. Историческую память, господствующую в обществе, формирует власть, а пружиной для этого являются тайны, дефициты информации и частое искажение фактов. Так, 23 августа 1939 года между Германией и Советским Союзом заключен пакт о ненападении. Мало кто знает, что к нему прилагался секретный дополнительный протокол. Какие весомые пункты он содержал, узнаем в 14.15 документальном сериале «Тайны века. Приговор для Европы». Порой так хочется бросить все и отправиться на самый край света. О съемочной группе документального сериала «Автотуризм» это удалось. Красотами полуострова Камчатка сможем полюбоваться сегодня в 16.30. Но кто знает, может быть завтра уже отправимся изучать географию на автомобиле. Мы, к сожалению, не в маленькой Европе находимся, где везде можно покушать всегда хорошо, в маленькие расстояния за день можно проехать из страны в страну без проблем. И везде ты себя будешь чувствовать комфортно. В России ты сам себе предоставлен, ты фактически путешественник, он же и первооткрыватель, и сам себе предоставлен и выживает в тех условиях, в которых ему приходится существовать. Поэтому это и интересно, и сложно. Но я все-таки призываю всех путешествовать, потому что, по-моему, это очень круто. А наши коллеги в спецпроекте «Северное турне» продолжают знакомить сибиряков с Британией. Сегодня речь пойдет о самой красивой в Англии резиденции монахов в Виндзорском замке. И о прекрасном мюзикле «Мама Мия». Еще мы, опять же, вернемся в основном материале в конце его второй части в Лондон. И посмотрим, как провести можно вечерний досуг в Лондоне. В частности, вариантов много. Из них можно сходить в театр «Нобелла», где ставят уже несколько лет мюзикл «Мама Мия». Отличный мюзикл, просто потрясающий. И вот впечатлениями участники от этой постановки в сюжете поделятся. Ну, а также можно отправиться на кораблики в Лайнере и посмотреть все ночные достопримечательности Лондона. В частности, увидеть светящийся «Биг Бен», посмотреть на колесо обозрения, посмотреть на Тауэрский мост. Зрелище это волшебное. В 22.00 на первом краевом премьера многосерийный художественный фильм «Преступная страсть». Оперуполномоченный везунчик, у которого сразу две любимые женщины, каждая из которых жаждет быть единственной. Но примой в жизни следователя остается работа – ловить преступников. В один прекрасный день герой оказывается в следственном изоляторе. Любимая жена убита, любовница обманула, а преступник не найден. В 3-й четверг ноября 2002 года по регламенту ЮНЕСКО отмечается Всемирный день философии. Множество мыслителей утверждали, что наука заключается в удивлении. Так что каждый день открывайте что-то новое на телеканале НЕСЕЙ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok